МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы снова на канале Европлант Лайф. Мы продолжаем разговаривать с мадам хостой Оксаной Градешининой про различные сорта хост. Сегодня поговорим про хосты с видоизмененной пластиной, скрученные. И какие-то еще бывают ведь, да, Оксана? Да, конечно. Добрый день. Мы сегодня с вами поговорим о хостах с измененной формой листа. В предыдущих роликах мы говорили о различной фактуре листа, о различном цвете листа. Но у хост может быть еще изменена сама форма листа. Лист может быть абсолютно круглым, лист может быть узким, длинным, как травка, лист может быть подкрученным. И вот на этом стенде мы как раз выставили хосты с крученным листом, да, с таким подкрученным. Если лист зеленый, да, вот как здесь много хлорофилла, это проблема не составляет. Все-таки лист, почему мы говорим об этих хостах отдельно? Лист это фотоэлемент, да. Вот если вы представляете себе фото батарею, которая, солнечную батарею, которая находится на крыше дома, она прямая, да. Если ее изогнуть или как-то вот деформировать, то солнечные лучи, естественно, будут улавливаться хуже. Так вот лист у растений тоже в норме все-таки прямой, да. И когда он деформирован, естественно, хосты улавливают солнечные лучи хуже. Да, это тоже вот аномалия в какой-то степени. И если это темный край листа, как вот здесь, да, то есть очень много хлорофилла, то такой проблемы нет. А если бы вот это было все белое, то, наверное, растение бы просто не выжило. Здесь нужно вот иметь в виду, да, что вот эта деформация листовой пластины должна все-таки компенсироваться, наверное, достаточным количеством хлорофилла в листе. Наверное, одной из самых крученых хост является сорт с говорящим названием Ви. То есть, вероятно, кто-то визжал, когда вот увидел такой сеянец. Я полностью согласна. Изумительная, самая крученая хоста. Дальше сорт с говорящим названием Ураган. Тоже он такой вот весь закрученный. И вот здесь вот есть еще выставлено несколько сортов. Ну, вот одна из тиарок тоже у нас такая вот. Они тоже довольно часто стремятся вот развернуть все-таки лист. И вот особенно вуп-вуп к этому склонна. Сорт, который вроде как должен быть подкручен, но вот молодая деленка не хочет закручиваться. Развернула лист и вот выглядит прямой. Оксана, я смотрю, они все тоже не очень крупные. Маленького размера. Именно, наверное, потому что изменена цвета вводового пластина листа. Ну, да. То есть, здесь мало того, что они варегатные. То есть, да, мы видим, что все-таки лист не зеленый. И плюс он подкрученный. Естественно, гигантских размеров таких хост не бывает. Тоже не бывает. Да, маленький, средний размер. То есть, вот как только мы видим какие-то изменения, да, нарушения, любое нарушение фотосинтеза ведет к уменьшению размеров. Ну, я опять же таки спрашиваю, потому что люди очень часто ведутся на какие-то вот такие характеристики. И если мы видим, что продаются хосты размера L или G, то это не может быть. Не бывает. Хоста гигантского размера вот такого вида быть не может. Либо она должна быть все-таки темно-зеленой или темно-синей, да. То есть, все-таки может быть более крупный экземпляр, но он тогда не будет варегатным. То есть, вот здесь нужно говорить о том, что тогда это хосты зеленого или синего цвета. Много хлорофила, но немножко деформированный лист не страшно. Бывают. Но все-таки хосты с деформированным листом, как правило, меньшего размера, чем хосты с правильного строения листьями. Понятно. Пойдемте дальше. Еще одна экспозиция очень интересного, удивительного такого строения листа у хост. Хосты с узким листом. Хосты травки так называемые, да. Самый узкий лист это вот у нас сорт торти фронс, да, осенний ветер. Иначе японцы называют кагараши гибоши. Очень узкий лист. Естественно, тоже хуже улавливает солнечные лучи. Поэтому тоже мы крупных хост такого размера никогда не увидим. Максимально самый большой размер. Это вот у нас там стоит сорт молящиеся руки. Пожалуй, это самая крупная хоста, но она темно-зеленая. Все остальные экземпляры все-таки... Ну вот еще стоит, да, вот сорт тоже. Но у него все-таки лист пошире. И если говорить о влиянии солнечного света на вот, да, эти хосты, очень часто задают вопрос, а почему вот я посадила хосту, а лист стал через два года широкий, да. Здесь очень важно влияние освещения на ширину листа. Здесь особенность в том, что чем меньше солнечного света, тем шире становится лист у хоста, чтобы, естественно... Площадь улавливания солнечных лучей была больше. Поэтому если вы хотите, чтобы, в общем-то, лист был узкий, такие сорта должны расти на солнце, на достаточном солнечном освещении. Вот мы сейчас перейдем, сделаем шаг вперед. Чудесный пример влияния освещения на ширину листа хоста. Вот обратите внимание, верхние листья, они узкие такие, ремневидные, да. Это знаменитый сорт вербное воскресенье. Отличный такой экземпляр. Хорошо выращенный очень из сада, мои коллеги. Обратите внимание, да, то есть верхние листочки очень узкие, такие даже сложенные, да. Хоста как бы сворачивается, вот прячется от избытка солнца. А если мы приподнимем листья, то нижние листья мы увидим весьма и весьма широкие. Такие вот как бы уже почти павлинья перо. То есть вот на многих фотографиях, даже вот в хоста-лайбраре мы можем увидеть этот сорт в двух экземплярах. Либо это широкий лист с классическим таким пером в центре, да, либо вот такие вот ремневидные листья. Как же выглядит? А выглядит в зависимости от освещения. Вот такая вот интересная особенность у хост с узкими листьями. И, наверное, наш следующий ролик мы посвятим хостам с красными ножками, вернее, с цветными ножками. Красно-черешковые, да. Их называют красно-черешковые. И покажем вам первую, единственную в мире хосту с красными листьями. Ну, по крайней мере, она зарегистрирована как хосту с красными листьями. Ну, а про аномалии, вот развитие листа мы, пожалуй, на этом закончим. Спасибо большое, Оксана. Смотрите канал Европлант. Субтитры подогнал «Симон»